МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обязательно обсудим эту тему в нашем эфире, ведь нам всем придется научиться жить по новым правилам. Подстраиваются под них, шагают в ногу со временем государственные службы. Например, все больше популярность набирает оформление услуг в электронном виде. Сегодня у нас в гостях Лидия Симонова, начальник отдела по работе с обращениями граждан Управления службы судебных приставов по Алтайскому краю, капитан внутренней службы. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я уже сказала, что жизнь заметно изменилась. Наверняка прежней она не будет. Что-то даже отражается положительным образом. В частности, уходят в дистанционные какие-то истории, да? Люди все больше пользуются онлайн-сервисами. Что в этом смысле с вами происходит? Подстраиваетесь под современные реалии жизни? Да, конечно. Учитывая реалии жизни, Федеральная служба судебных приставов на постоянной основе ведет работу по оптимизации деятельностью и созданию доступности любых форм предоставления информации сторонам исполнительного производства. Постоянно работает над информационной открытостью службы. Новые электронные сервисы постоянно у нас появляются на портале госуслуги гражданам. Это позволяет оперативно обращаться в службу по различным вопросам и получать информацию об имеющихся задолженности. Только в этом году Федеральные службы судебных приставов были запущены и реализуются уже новые электронные системы по исполнительному производству. Так, например, это по делегированию полномочий, что это касается юридических лиц. Внедрена роботизированная система цифрового голосового помощника МАКС на бета-платформе портала госуслуг, которая помогает и разработана в рамках суперсервиса цифровое исполнительное производство, что, несомненно, увеличивает уровень предоставляемых судебными приставами-исполнителями государственных услуг в пользу граждан, предпочитающих решать свои вопросы в онлайн-режиме без личного посещения службы судебных приставов. Как это все работает? Только ли через портал госуслуг? Да, все эти сервисы, они работают только через портал госуслуг. То есть, возможность использования у граждан и представителей юридических лиц доступна только для авторизованных пользователей портала, с подтвержденной учетной записью. Учетная запись может быть подтверждена при личном посещении любого центра обслуживания, то есть это в своем районе МФЦ. Либо данная услуга действует для клиентов крупнейших банков, которые у нас находятся на территории Алтайского края, например, Сбербанк, ВТБ. В каких случаях я могу этим сервисом воспользоваться? То есть, какие свои вопросы, задачи таким образом решить? Какие вопросы? Значит, по каким услугам можно подать заявление? Основная услуга – это предоставление информации о наличии или отсутствии исполнительного производства. Получение информации происходит в онлайн-режиме, более оперативно в настоящее время и занимает значительно меньшее время, чем при рассмотрении заявления непосредственно судебным приставам-исполнителям, когда подается заявление на бумажном носителе. Кроме того, граждане и представители юридических лиц в настоящее время могут подать абсолютно любые заявления, ходатайства, обращения, жалобы, поданные в порядке подчиненности, какие-то отводы судебным приставам-исполнителям по исполнительному производству. Необходимо в данном случае заполнить форму заявления. Сервис предлагает выбрать любую жизненную ситуацию, то есть по которой необходимо получить услугу. Например, должник хочет оплатить задолженность или хочу наложить ограничения на должника. Любая абсолютно. И, соответственно, портал госуслуг реагирует на это и выдает необходимые услуги, которые может получить гражданин. Данный сервис у нас введен в эксплуатацию в декабре 2020 года, и уже более 20 тысяч граждан, представители юридических лиц обратились. Увеличивается количество поданных заявлений. Так, например, если сравнить с прошлым годом, в прошлом году было подано 3 тысячи заявлений, в настоящем году уже 33 тысячи заявлений. То есть увеличилось количество граждан, представители юридических лиц, которые обращаются через портал госуслуг, то есть в онлайн-режиме хотят решить этот вопрос. Соответственно, снижается нагрузка на судебных приставов, лично на личный прием к судебным приставам. Меньше граждан обращается. Ну и, соответственно, судебный пристав может заняться своей работой непосредственно по взысканию задолженности. Ну вот часто же бывает, что хочется пообщаться. Можно ли попасть лично на прием, ну хотя бы по записи? Как это сделать? Да, у нас реализована такая возможность на сайте нашего аппарата управления, управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю. Есть раздел сервисы. Если туда зайти, там есть ссылочка, запись на прием. Соответственно, там имеется разъяснение, что, как проходит личный прием, сколько времени дается гражданину на проведение личного приема. Единственное, что запись доступна для авторизованных пользователей госуслуги. Например, даже если сравнить статистику, за истекший период обратилось более 60 тысяч. В прошлом году было 30 тысяч граждан обратилось. Вот вы неоднократно сказали, что только для зарегистрированных. Но ведь у нас есть люди старшего поколения, которые даже не знают, что такое госуслуги. Да и интернета дома тоже, в принципе, нет. Как им-то попасть на прием? В настоящее время у нас для таких граждан реализована возможность попасть на личный прием. У нас осуществляется прием дежурными судебными приставами по понедельникам, средам, пятницам. Это действует у нас на территории города Барнаула, города Рудцовска, города Новоалтайска, города Бийска. То есть в крупных районах без предварительной записи человек приходит и попадает дежурному приставу, решает свои вопросы. Альтернативой данному приему на базе МФЦ у нас действуют окна на территории города Барнаула. Два окна, это Ленина 6 и Павловский тракт 58Г, город Бийск, где ведут прием также специалисты службы, где граждане также могут обратиться и решить свои вопросы. Я знаю, что Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития запустил новый сервис. Расскажите подробнее, что это за сервис, как он работает, для чего. Да, в этом году, с августа, начал действовать этот сервис. Новая платформа полномочий, которая позволяет руководителям юридических лиц выдавать доверенности сотрудникам на подачу заявлений на предоставление государственных услуг. То есть сотрудникам организации делегируется полномочия, которые смогут обращаться через личный кабинет, подавать заявление на портале госуслуг. Делегировать полномочия можно любому сотруднику абсолютно организации с подтвержденной учетной записью. Единственное ограничение, что также должна быть подтвержденная запись на госуслугах. Внедрение вот этой платформы у нас позволило отказаться от оформления бумажной доверенности. То есть все делается электронно, подписывается усиленной электронной цифровой подписью руководителя организации. Также сотрудники могут подавать такие же заявления, как раньше подавали. То есть это подача заявлений ходатайств, абсолютно любых обращений, жалоб, поданных в порядке подчиненностей, а также с заявлениями о предоставлении информации о ходе и о наличии и отсутствии исполнительного производства. Вот этот сервис, он где расположен? Этот сервис на госуслугах. На госуслугах тоже. Как вы считаете, все, что происходит, в том числе и в вашей структуре, это все последствия коронавирусной инфекции, которая, к сожалению, у нас накрылась головой, или это желание идти вперед, развиваться, следовать как бы веяниям моды современным требованиям человека? Ну, с одной стороны, да, как бы в настоящее время судебными органами у нас выносится огромное количество решений, учитывая наш уровень жизни, очень много должников, которые сталкиваются с такой проблемой, да, чтобы получить информацию по исполнительному производству. они, как бы граждане, ограничены в этом. И на помощь приходит новшество, цифровизация вообще в целом государства, и, соответственно, разрабатываются новые сервисы для того, чтобы люди могли в онлайн-режиме, а не выходя из дома, учитывая наше положение сейчас, эпидемиологическую ситуацию, получать какую-либо информацию. Ну, хорошо. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях была Лидия Симонова, начальник отдела по работе с обращениями граждан Управления службы судебных приставов по Алтайскому краю, капитан внутренней службы.